Пока запишу свой влог Доброе утро Сегодня пораньше встали Где-то в 6.15 Потому что в 7.30 уже отъезд из отеля Едем на нашу морскую экскурсию Ой Опять на этих суперавтобусах Сначала, блин, села назад Поняла, что на всех кочках просто подпрыгивают Но, походу Сейчас к нам кто-то подсядет Из другого отеля Поэтому придется мне опять идти назад Чтоб дети сидят Погодка, конечно, такая пока непонятная С утра прохладно Ветер 17 градусов показывает Телефон Вообще, типа, сегодня будет 24 Ох, я очень сильно надеюсь, что Телефон врет И будет гораздо теплее Я даже никаких теплых вещей с собой не взяла Не знаю, как бы там будет На катере или там На чем мы там поедем Надеюсь, не замерзну И водичка порадует Тепленько Ой-ой-ой Готова сегодня поплавать Хоть детям кофточки взяла Мы так покушали быстренько Экспресс у нас был завтрак И погнали Егор, ты что сказал? Кого хочешь увидеть? Дельфинов Очень, конечно, мы хотим увидеть дельфинов Главное, чтобы они не гуляют Свои зубки не вытащили Не, они, дельфины, не кусаются Я просто гуляю Если они вытащат Ну, они могут У них такие зубки Ты уйдешь? Не, не уйду Я просто не буду плавать А, ну ладно А если ты будешь плавать Они в этот момент вытащат Что делать? Куда бежать спасаться? Вот так вот прятаться, да? Вот так просто за другое кресло Это мой телефон Как будто дельфин, да? С зубками Мы прибыли на место Где отчаливает наш кораблик Сейчас посмотрим На какой мы сядем И поплывем Ой, погода вроде разошлась Стало хорошо солнечно Надеюсь, не будет ветра Готовы плыть? Угу С дельфинами или рыбкой упал Так, нам еще вот такие вот дали ласты Но я привыкла обычно без ласт плавать Поплыли Водичка такая красивая Да, смотрите, какая водичка прозрачная Если ты улыбается Нельзя улыбаться Почему? Потому что если улыбается Вода попала в маску отсюда Угу Все понятно? Там, если вода попала в маску Что мы будем делать? Пожалуйста Спокойно Не надо стресс Не надо банить себя Первый дышать через роды Наша первая остановка Остров На котором Не знаю, еще пока будем плавать или нет Очень холодно Ветер дует И здесь мелко Водичка прозрачная Купаться вообще не охота Не, когда погружаешь Там гидрокостюм Он же теплый Это греет Мы идем До тех качелек С домаком Чтобы сделать красивый Вот почему Тяп Егор, там глубоко не будет В принципе Хотя, наверное, тебе до колен Тебе придется его взять Потому что там дальше Наверное, по колену будет где-то Так Вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я частично готова. Наделать костюм. Скоро будем погружаться. Пока волнуюсь, но совсем немножко. Самое главное в дайвинге это спокойствие внутри. Все будет хорошо. Девушка только спокойно позволит. Слушай, девушка, ладно? Раз, два, три. Спокойно? Я здесь? Я здесь. Смотри на меня. Спасибо. Смотри на меня. Что еще делать, да, сынок? В шарик только играть. Плавать холодно. Ты куда? Ты куда улетел? Тортик дали. Ну, кавалер, пробуй, вкусно. Все, хотя бы все стесняются. Так, ну, все. Не знаю, как мне слышно. Я постараюсь что-то... Вот, так, наверное, хорошо слышно. На самом деле экскурсия подходит к концу. Все прошло отлично. Я и под воду погрузилась. И на ватрушке мы поплавали. В общем, все супер-пупер. И уже пообедали. Было, конечно, страшно. Я только со второго раза смогла нормально начать дышать. Первый раз мне показалось, что попала вода в нос. Я запаниковала. Со второй попытки все прошло хорошо. Я все время все равно под контролем держала свои мысли. Это такая тренировка для мозга, для контроля мыслей. Мне очень понравилось. Круто. Я бы еще раз погрузилась. Но нужно больше тренировки, конечно, все-таки. Мы еще здесь заказали фото и видео. Поэтому я чуть-чуть обленилась и не так много снимала. У нас прям будет отдельный фильм с этой нашей экскурсии. Так же круто. Я очень довольна. Очень рада. Даже несмотря на то, что погода немножко подвела. Ветра на. Дети не плавали совсем. Хотела добавить, что действительно у нас на нашем пляжу в отеле очень крутой риф. Так что мы ничего не потеряли. Мы можем у себя с масками поплавать и полюбоваться рыбками, когда будет не так ветрено. Доброе утречко. Я без очков и без наушников. Вчера просто сил уже не было после экскурсии что-то снимать. Мы уже в 10 часов вечера все легли спать. Приехали, ходили на ужин, покатались на карусельках пару раз. И все. На этом наша программа закончилась. Да, я хотела на самом деле снять видео, но как-то у меня что-то вообще уже не осталось на этой силы. Сейчас идем на завтрак. Все, теперь у нас свободная программа. Единственное, сегодня фотосессия и все. Остальные дни у нас свободная программа. Мы проводим время как хотим в отеле. Кто-то на верблюдах катается. О, кто-то на квадроциклах поехал. Это у нас вид на другую сторону отеля. В сторону моря. Я еще на вашу альпорт катаюсь. Пойдем? Я к съемкам готова. Точнее, волос уложила. Сейчас к 11.30 идем на ресепшн. И посмотрим, какое же нам приготовили платье. Потому что я еще в аренду взяла платье себе и Лере. Ну что, фотосессия прошла провально. На самом деле, так как мне слышно. На самом деле, я даже не ожидала, что такое может быть. То есть я заплатила за аренду платьев 40 долларов за два платья на минуточку. И все как бы хорошо. Пошли вот в этот отель, который около пляжа, мы фоткаться в сад. И я, Максим, говорю, давай снимай видео. И тут у фотографа такой выдают. Нет, вы что? Нельзя. Ни в коем случае. Вся работа идет только на наш фотоаппарат. Я говорю, офигеть, это блин, что? То есть я у себя в голове уже построила картину, когда я заказывал эти платья. Мне не столько даже фотографии нужны были, а просто красивые видео еще, да? На фоне красивого вида, в красивом платье. Тут мне говорят, что фиг два. Я, конечно, немножко повозмущалась, но уже настроение было испорчено. И в итоге уже я с таким настроением фоткалась, конечно. Ну, в общем, мне это вообще не понравилось. Я считаю, это неправильно. Типа ни в коем случае нельзя. Наше платье только на наших фотоаппарат можно снимать. Больше вообще ни на что. Впрочем, это Максим там из потешка сделал, может, пару фоток. Ну, это не то, что я хотела. Сейчас еще чуть позже расскажу в итоге, чем все закончилось. Приятно. Всем аппетитом и на ужине. Пусть он мне поднимет настроение. Вот какой сегодня богатый ужин. Десерт почему-то я решила, блядь, сразу. Он такой красивый. Чего-нибудь скажи, как тебя отдыхается. Хотя там, наверное, плохо слышно тебя будет. Который день уже наша вечерняя программа неизменна. Это Луна Парк. Только у нас теперь он стал работать не с 6 до 9, а с 7 до 10. Мы пришли сюда половину седьмого, по-моему. Нет, 6 с 15. Здесь было закрыто. И мы тогда пошли узинать. Лера мне еще на этот паровоз сумасшедший уговорила. Я не хотела кататься. А Егор со своего паровоза так и не слазит. А потом назад. Уже по десятому разу, наверное, ездит.